А вы знаете, какое утро самое лучшее? И снова этой зимой мы полетели кататься в Южно-Сахалинск. Скорее всего мне будет нечем вас удивить в плане каталки, но пусть это будет просто тревел-блог о путешествии. И тут будет Южно-Сахалинский зоопарк, экскурсия на снегоходах, типичная азиатская баня с аквапарком и конечно новая гора горного воздуха красная. Сразу по прилету нужно было еще дождаться заселения и мы отправились в зоопарк, точнее в зооботанический парк. Как написано на их сайте, тут проживают 272 вида животных, 108 видов растений и все это занимает площадь около четырех гектар. В целом парк мне понравился, он оставляет положительные впечатления, но все же для некоторых животных мне кажется места мало. Пока мы гуляли по зоопарку, подошло время заселяться. Еще с осени мы забронировали номер в гостинице с названием Юность. Кажется, что такое название скорее подходит богом забытому санаторию, но долой стереотипы. Нас встретил уютный номер с видом на гору. Для горнолыжников и сноубордистов в подвале была оборудована комната хранения, даже с сушилкой для вещей. Так что срочно нужно было принять меры, чтобы было что сушить. В этом году на комплексе горного воздуха уже в полной мере открылась вторая гора, которая называется Красная, но о ней я расскажу чуть позже. А пока восторг, адреналин и ветер в голове. Наконец нам было чем загрузить комнату для сушки. Хочется добавить несколько слов о гостинице, просто ради вот этих красивых кадров. Не часто встретишь в недорогих гостиницах такое уютное общее место с библиотекой, чтобы можно было посидеть вечером, проводить закат или почитать книгу. В общем, я могу смело ее рекомендовать. Мы бронировали на букинге, но теперь более актуален островок. Если бы я знал, какое стихийное бедствие нам приготовила погода на последние дни, то, наверное, не стал бы отвлекаться на снегоходы. Но мы пока не знали. Экскурсия на снегоходах проходит по Митсульскому хребту с попутным посещением остатков инфраструктуры бывшей здесь высокорадостной цивилизации. Нам показали, что осталось от старой железной дороги, которую строили еще японцы, когда занимали эти территории до Второй мировой войны. А также остатки еще советской инфраструктуры. Виды с верхней точки хребта впечатляют. Видно и всю равнину Южно-Сахалинска, и сам горный воздух. На вершине мы попили чай, поболтали с гидом в местных маршрутах и поехали на базу. Новая гора горного воздуха Красная пока открывается не каждый день и сильно зависит от погодных условий. На первый взгляд, катание тут может быть опаснее, чем на старых трассах. Пока поднимались, я прикидывал возможные траектории для фрирайда. Но, если честно, впоследствии побоялся здесь рисковать и без подробного изучения гонять по чужим следам. Так что покажу красивые виды самых банальных направлений этой горы, потому что покататься нам здесь удалось всего два дня. С вершины горы открывается прекрасный вид на другие горы и, наконец, есть ощущение, что ты в настоящих горах, потому что города почти не видно. Субтитры делал DimaTorzok Даже снег, который идет снизу вверх. Ну ладно, не 4 месяца, но последние 3 дня нашего отпуска выпал настоящий снежный тайфун. Ветер сдувал с ног, горный воздух закрыли, и мы начали искать варианты, чем бы таким интересным можно было себя еще занять. Ну раз горнолыжку закрыли, то мы не унываем. Что-нибудь, да, обязательно придумайте. Думайте. Есть еще финская сауна и хамам. Лично я с удовольствием могу провести 3-4 часа, просто перемещаясь между этими бассейнами и парными. После того, как хорошо напарился и помылся, можно, одевшись, выйти в общее помещение с небольшим аквапарком. Размах для такого места меня очень удивил. Большой бассейн, масса мест для гидромассажа, неглубокие бассейны для детей и настоящие высокие водные горки. В общем, есть где отдохнуть с семьей, а чуть выше можно и перекусить. Проход стоит 1800 рублей, а после 6 вечера еще есть скидки, которыми мы и пользовались. Вот так мы провели последние 2 дня, а 22 февраля прилетели домой.